Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Как обещал вам в прошлом видео, в этом видосе я вам покажу, как правильно мотать боксерские перчатки на руки, чтобы не травмировать кисти. Потому что у меня однажды была сломана такая маленькая косточка, которая называется ладивидная кость. Она находится в кисти, там около 8 маленьких косточек. По-моему, там 8 маленьких косточек, да. Так вот, с такой маленькой косточкой, когда она сломалась, мне пришлось быть в гипсе 2,5 месяца. Скажу так, я снял гипс чуть-чуть раньше, но в целом в этом переломе, с этим переломом ходят 2,5 месяца. Я повредил эту кость, сломал в уличной драке, не на боксерском каком-то там тренинге, не об мешок. Но все же, я вам советую постоянно бинтовать руки, это очень важно. Даже если вы не боксер, даже если вы только начинаете боксировать на мешке. Как говорил в прошлом видео, вам нужно, во-первых, купить снарядные перчатки для работы специально на снарядах, а боксерский мешок является снарядом. И научиться правильно бинтовать боксерские бинты. В этом видосе вы этому всему научитесь. Я вам советую просто повторять за мной медленно, не надо спешить, просто медленно заматывайте бинт на руку. Постепенно появится скорость. Мне тренер давал всегда минуту, чтобы я успел запинтовать оба бинта на руки. То есть идет раунд 3 минуты, потом минута отдыха. За эту минуту я должен был успеть намотать себе на руки бинты. Обычно я успевал только один, поначалу по крайней мере успевал только один бинт намотать, потом я одевал перчатки. Мы работали на лапах и после этого мне приходилось в следующую паузу снимать перчатку и доматывать второй бинт, чтобы продолжить дальше боксировать нормально с двумя забинтованными руками. То есть бинтовать руки нужно даже если вы работаете на лапах, даже если вы работаете на груши, на мешке, не важно. Бинтуйте руки всегда, просто возьмите за привычку, купите себе нормальные бинты. Я использую 5-метровые стрейчевые бинты. Мне удобно, я привык просто к ним. Можете брать не стрейчевые бинты, на любителя. Просто вы должны понимать, что стрейчевые бинты, когда затягиваешь руку, они могут довольно сильно опережать вам руку. То есть нужно им правильно уметь мотать руку. Не слишком затягивая. То есть ваши пальцы не должны белеть в конечном итоге после вашей стяжки бинтов. Кровь должна нормально поступать, циркулировать полностью в кисти. То есть если вы мотаете слишком туго, то постарайтесь в следующий раз намотать получше. То есть намотать не так туго, чтобы рука нормально все это длилась. Дальше в этом видео я вам покажу. Это будет коротенькое видео. Погнали! Вот так в начальной позиции должен выглядеть ваш бинт. Замотанный липучкой внутрь. Далее мы начинаем с большого пальца, закрепляя вот именно так. Резиночку за большой палец. Далее просто медленно повторяйте за мной. Обворачиваем вокруг кисти. Запястье. Теперь обматываем ваши костяшки. Пару раз. И опять возвращаем на запястье. Постоянно возвращаем на запястье. Теперь смотрите. Просто бросаем через мизинец. Вот так. Начинаем с мизинца. Пробрасываем и проверяем. Что рука нормально работает. Следующий палец. И последний палец. Постоянно возвращаем на кисть. Теперь сверху это еще раз нужно обойти бинтом, чтобы закрыть ваши верхние костяшки. Проверяем, чтобы работала хорошо рука. Сильно не затягиваем. Оставшийся бинт просто намотаем на кисть. Теперь видите липучка должна оказаться именно в таком положении у вас. И вы закрепляете. Еще раз проверяем, чтобы рука не была слишком туго замотана. То есть у вас не должны белеть или синеть пальцы. Проверьте, что рука хорошо работает. Что все на месте, все отлично работает. Кровообращение нормальное в руке. Рука не должна у вас сильно двигаться. То есть она должна быть зафиксирована. В этом смысл бинтовки. То есть рука стоит как будто в гипсу. Она не может сильно резко куда-то наклониться. В этом смысл бинтования. И это надежно защищает ваши руки. То есть бинтуется только верхняя костяшка. Эта костяшка остается открытой. И этот палец. Сверху у нас будет перчатка, которая надежно это еще все прижмет липучкой. Все. Понравилось видео ставьте. Ну вы знаете. Субтитры сделал DimaTorzok